Переходим к блоку постановления. Вопрос номер два о проекте постановления Государственной Думы о согласительной комиссии по федеральному закону о внесении изменений в федеральный закон об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части предотвращения жестокого обращения с животными. Доклад председателя комитета по природным ресурсам собственно с земельным отношением Николая Петровича Николаева. Пожалуйста, Николай Петрович. Спасибо, уважаемый Вячеслав Викторович. Уважаемые коллеги, 21 декабря прошлого года мы с вами в этом зале приняли федеральный закон о внесении изменений в федеральный закон об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части предотвращения жестокого обращения с животными. Я напомню, хотя я думаю, что все это прекрасно помнят, что это закон, который запрещает жестокую контактную притравку охотничьих собак на диких животных. 25 декабря прошлого года федеральный закон был рассмотрен профильными комитетами Совета Федерации и правовым управлением Совета Федерации. Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному совправлению и делам Севера рекомендовал Совету Федерации одобрить указанный федеральный закон. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в своем заключении отметил в части вопроса своего видения отсутствие препятствий к одобрению Советом Федерации рассматриваемого федерального закона. Тем не менее, 26 декабря федеральный закон был рассмотрен Советом Федерации и отклонен. Надо сказать, что также Советом Федерации было предложено в своем постановлении, которое направлено в том числе в Государственную Думу, создать согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий, избрав в ее состав 11 сенаторов и предложив сопредседателем данной комиссии Лебедева Владимир Альбертович. В соответствии со статьей 127 регламента Государственной Думы Комитетом по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям принято решение внести на рассмотрение Государственной Думы проект постановления о согласительной комиссии по данному федеральному закону. В соответствии со статьей 128.1 регламента Государственной Думы проект постановления предлагается. Первое. Избрать состав согласительной комиссии от Государственной Думы депутатов Государственной Думы Афонина, Бурматова, Епифанова, Кузьмина, Нилова, Ярослава Евгеньевича, Николаева, Николая Петровича, Познякова, Сысоева, Тимофеева, Шейна, Шагошева. Понимая, что данный вопрос и в Государственной Думе, и в экспертном сообществе очень долго рассматривался, с учетом того, что на заседании Совета Федерации и в постановлении Совета Федерации, которое было направлено на сегодняшний день, не представлено никаких конкретных замечаний к данному законопроекту, Мы считаем, что нам необходимо установить ограничения по сроку работы наших депутатов в этой согласительной комиссии и предлагаем обозначить этот срок до 10 февраля 2018 года. Также мы в постановлении предлагаем пригласить для участия в согласительных процедурах представителей Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в Государственной Думе. Прошу поддержать. Спасибо. Спасибо, Николай Петрович. Пожалуйста, вопросы есть? Есть. Включите, пожалуйста, запись на вопросы. Покажите список. Пожалуйста, Коломейцев Николай Васильевич. Спасибо. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемый Николай Петрович. У фракции КПРФ есть просьба заменить Афонина Юрия Вячеславовича на Лебедева Александровича, который занимался этим законом и, в принципе, будет экспертом. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, Николай Петрович. Нет возражений? Нет, у нас нет возражений. В принципе, у нас фракция определяет. Мы договорились, что принцип формирования фракционный. У нас возражений нет. Тогда нужно будет просто внести коррективы с учётом замечаний. Да, хорошо. Пожалуйста, Нилов Ярослав Евгеньевич. Уважаемый Николай Петрович, можно всё-таки ещё раз? Какова главная аргументация была у Совета Федерации при отклонении того закона, который был принят практически единогласно в Государственной Думе? Ну, если смотреть текст стенограммы, то аргументов было много, вплоть до упоминания различных меньшинств и других вопросов, связанных с тем, что нельзя собак сравнивать с соответствующими меньшинствами. Но, по сути, мы услышали только два аргумента. Первый – это то, что нарушаются якобы какие-то традиции, хотя надо сказать, что мы специально проработали этот вопрос. Мы подняли всю литературу об охоте, которая была опубликована в XIX веке. Я вот специально с собой взял, например, такую книгу огромную, где есть четыре статьи специально посвящённых притравке собак. Это Леонид Сабанеев «Всё об охоте. Конец XIX века». И во всей этой литературе нет даже упоминания о том, что есть какие-то притравочные станции. Да, действительно, в XV веке у нас были специальные так называемые волчьи дворы, которые использовались для содержания животных. И если не удавалась охота царская, то из этих дворов выпускали животных для того, чтобы уже подготовленные животные их выпускали на волю и продолжали охоту. Вторая очень такая распространённая тема – это то, что мы губим отечественное собаководство. Коллеги, наше собаководство рождалось на протяжении XVIII, XIX, XX века. Опять же, в той же самой литературе нет нигде вопросов о том, что собака, наша собака, охотничья российская собака, должна воспитываться именно на жестокости. Вы знаете, у нас есть другое подозрение. Дело в том, что мы услышали следующий вопрос. Дело в том, что если не будет контактной притравки, то определённые собаки не получат специальных сертификатов. Надо сказать, что эти сертификаты, международные сертификаты, повышают стоимость собаки в сотни раз. И мы говорим здесь с вами не об охоте, мы говорим о бизнесе по продаже собак, о бизнесе по предоставлению услуг по притравке, которая помогает продавать собак определённым структурам, определённым заинтересованным людям. И поэтому в части вот тех аргументов, которые звучали, мы не услышали ничего, что связано с охотой, мы не услышали ничего, что связано с нашими традициями, мы не услышали ничего, что действительно можно было бы воспринять. И при этом нужно, конечно же, помнить о том, что когда 400 с лишним депутатов Государственной Думы голосуют за данный закон, и каждый из них представляет десятки и сотни тысяч своих избирателей, то, мне кажется, вот это как раз и есть мнение всей страны. Спасибо. Пожалуйста, Белик Дмитрий Анатольевич. Уважаемый Николай Петрович, есть такой вид охоты, как охота с одним патроном. Это когда человек выходит на промысел с одним патроном, и у животного появляется шанс остаться в живых. На притравочных станциях такого шанса у животного нет. Мы видим страшные ролики, чудовищные ролики в интернете, где животным выдирают когти, зубы вырывают и так далее. Совет Федерации отклонил наш закон, на самом деле вызвав непонимание, негодование наших избирателей. В социальных сетях набирают обороты подписи под петициями различными, выкладываются фамилии сенаторов, которые отклонили данный закон. Это, с одной стороны, понятно эмоции людей, потому что притравочные станции на сегодняшний день – это концлагерь для животных. У меня к вам в связи с этим вопрос. Как, на ваш взгляд, данная ситуация повлияет на авторитет российского парламентаризма, и не станут ли парламентариев в целом сравнивать с теми людьми, которые организовывают притравочные станции? Спасибо. Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Я думаю, что на повышение и вообще на роль парламента и на авторитет парламента будет работать то, если мы с вами будем говорить правду, если мы будем называть вещи своими именами, если мы до конца будем отстаивать интересы наших избирателей. Поэтому я считаю, что если мы с вами доведем эту работу до конца, мы, Государственная Дума, мы являемся парламентом, то действительно мы послужим тому, чтобы авторитет парламента поднимался. И все неаргументированные вопросы, они уйдут в историю. Поэтому я считаю, что в наших руках авторитет парламента и от нас зависит, каким он будет. Спасибо. Пожалуйста, Иванов Сергей Вадимович. Спасибо большое, уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемый Николай Петрович. Вот я хочу обратить ваше внимание, что в составе согласительной комиссии есть много уважаемых людей. Вот уважаемый, например, Николай Петрович, он большой специалист по страховому делу. Есть депутаты, которые прекрасно знают инженерное дело, политологию и так далее, но нет ни одного профильного специалиста. Почему бы вам не включить, например, Николая Валуева, который охотой занимается, других ваших коллег, которые знают, что такое охота, знают, что такое притравочные станции, которые действительно знают этот вопрос, а не просто смотрят какие-то ролики и слушают какие-то высказывания. Ну, судя по тому, что вы говорите, то, скорее всего, вы являетесь профессиональным охотником, а не педагогом, не юристом, не депутатом. Ну, тогда так и скажите. Я охотник. Но у вас должно быть тогда, ну, судя по тому, что вы говорите, соответствующее образование, да, ну и так далее. На самом деле, когда, вот в этом-то как раз все и заключается. Дело в том, что если посмотреть, например, на состав людей, которые обсуждают данный вопрос, и посмотреть на людей, которые отстаивают контактную жестокую притравку, то мы увидим, конечно, прежде всего заинтересантов. Но вы простите меня, это все равно, что обсуждать запрет азартных игр с игроманом. Это одно и то же. Мы никогда не найдем компромисса, если мы будем говорить только с теми, кто этим занимается, у кого есть в этом интерес. Нам нужен объективный подход. Мы давайте не будем забывать, что мы с вами не профессиональное сообщество охотников, юристов и так далее. Мы, прежде всего, представляем наших избирателей. И мы транслируем, прежде всего, интересы наших избирателей, отстаиваемые. Поэтому говорить о том, что один депутат достоин обсуждать такой-то вопрос, а второй нет, мне кажется, это немножечко некорректно. Тогда давайте мы будем отбирать депутатов, которые будут заниматься голосованием по вопросу медицины, которые будут заниматься голосованием по каким-то иным вопросам. Мы с вами здесь представляем наших избирателей. Поэтому, что касается тех людей, которые здесь перечислены в проекте постановления, то, вы знаете, это еще воля фракции. Потому что мы обращались, прежде всего, во фракции. Поэтому спросите, почему у вас во фракции, допустим, те или иные люди. Ну, поинтересуйтесь внутри у себя. Поэтому я считаю, что каждый из нас достоин представлять интересы наших избирателей и достоин отстаивать то решение, которое приняла Нижняя Палата парламента. Спасибо. Пожалуйста, Аршинова Алена Игоревна. У меня вопрос Николая Петровича. Хотела бы спросить. Скажите, пожалуйста, вот мы внимательно почитали стенограмму, и многие из тех, кто голосовал против данного закона, выступают вообще против концепции этого закона. Стоит ли вообще в таком случае создавать эту согласительную комиссию? В чем предмет тех разногласий, которые члены Совета Федерации хотят урегулировать? Спасибо. Алена Игоревна, мне достаточно сложно говорить. Почему? Потому что я здесь выступаю как председатель комитета. Вот как председатель комитета я могу вам сказать, что да, есть такая норма регламента, по которой мы должны вынести данное постановление на решение Государственной Думы, раз Совет Федерации вышел к нам с предложением о создании такой согласительной комиссии. Поэтому мы, конечно, должны это сделать. Мы сегодня это обсудим, и я предлагаю это обсудить сегодня и проголосовать за это. Другое дело, что мы должны, конечно же, отстаивать то решение, которое мы приняли. Мы его приняли осознанно. И после больших консультаций, после консультаций с избирателями, и с профессиональным сообществом, и так далее, и так далее. Поэтому мы предлагаем ограничить срок действия этой комиссии до 10 февраля. Я думаю, что месяц это вполне достаточно для того, чтобы услышать от Совета Федерации, от коллег, какие-то, ну, я не знаю, предложения. Мы же не знаем, что это, потому что официально к нам ничего не поступало. Поэтому я думаю, что это будет просто такое, ну, что называется, партнерское, так сказать, движение с нашей стороны. Мы работаем постоянно с нашими коллегами. Давайте поговорим, давайте послушаем. Но я считаю, что мы-то решение приняли. Давайте. Надо просто двигаться в этом направлении, двигаться в диалоге. Спасибо. Пожалуйста, Епифанова, Ольга Николаевна. Фракция «Справедливая Россия» просит в составе согласительной комиссии заменить Епифанову на Грешневекова. Епифанову на Грешневекова фракция просит заменить в составе согласительной комиссии. Пожалуйста, Бугера Михаил Евгеньевич. Спасибо, Вячеслав Викторович. Уважаемый Николай Петрович, члены Совета Федерации, выступавшие при обсуждении закона, очень патриотично утверждали, что закон приведёт к ликвидации российского охотничьего собаководства. Так вот, эти члены Совета Федерации, кстати, не очень патриотично величающие себя сенаторами, они что, действительно считают, что российское охотничье собаководство основано исключительно на живодёрстве, на жестоком обращении с животными на притравочных станциях? Что, у них есть такие данные? И, кстати, развивая вопрос депутата Аршиновой, не слишком ли давно мы не преодолевали вето Совета Федерации на принятые нами законы? Спасибо. Михаил Евгеньевич, спасибо большое. Мне сложно отвечать за членов Совета Федерации. Мы все с вами видели эту дискуссию, и кто не видел, может поинтересоваться. Но другое дело, что мы действительно, когда обсуждали этот законопроект, когда шли вот эти дискуссии и в Комитете по экологии до этого, и в нашем Комитете, и сейчас, когда мы обсуждаем дальнейшую судьбу закона об охоте, мы, конечно же, обращаемся и к историческим фактам, и к тем, действительно, документам, которые свидетельствуют о том, как рождалось отечественное собаководство, как развивалось отечественное охотничье дело. И надо сказать, что вот притравочные станции – это, как бы вам сказать, это новшество, это, грубо говоря, такая оптимизация для повышения прибыли тех людей, которые этим занимаются. Почему? Потому что подготовка собак, она всю жизнь, испокон века действительно была. Любой документ, у меня есть еще здесь выписки из самых разных исследований исторических, и бумаг и так далее, она всегда была. Но это было в процессе охоты, это было в процессе как раз непосредственно самой охоты, когда охота была не развлечением просто, а это была необходимостью. И надо сказать, что отечественное собаководство и те вот породы собак, о которых говорят, они как раз выращены-то именно вот таким образом. Почему? Потому что именно на охоте можно увидеть рабочие свойства собаки. Более того, я хочу сказать, что мы подняли очень интересное исследование 1896 года, где написано, что ни в коем случае нельзя собаке дать понять, что это животное беззащитно, потому что в противном случае эта собака перестает быть рабочей. И во всех рекомендациях как раз написано, что если охотник хочет получить хорошую подготовленную собаку, то он должен на свободе это делать, он должен дать возможность зверю действительно проявить себя. Поэтому, вы знаете, можно много говорить, охота это такой вообще элемент очень серьезной нашей жизни, но мне кажется, здесь главное одно, нам надо не дать подменять понятия, нам надо не допустить, чтобы под такими красивыми словами о традициях, о каких-то вековых историях, дело в том, что об этом мало кто знает, чтобы не прикрывались абсолютно понятные коммерческие бизнес-интересы. Вот я считаю, мы не должны... Пожалуйста, Смолин Олег Николаевич. Уважаемый Николай Петрович, я точно не охотник и точно сторонник этого закона. И действительно, Государственная Дома давно не преодолевала вето Совета Федерации по одной простой причине. Вето стало редчайшим случаем. Но закон приобрел неожиданную, я бы так сказал, популярность и большой резонанс. В частности, всем омским депутатам было направлено обращение омского общества охотников с требованием, чтобы мы разослали законопроект регионы, выслушали мнение регионов и, в частности, выслушали мнение охотников. Поэтому мне кажется, что в такой ситуации правильнее было бы идти не по пути преодоления вето Совета Федерации, голосов, думаю, более чем достаточно, а по пути разъяснения. Не думали бы вы о версии провести по этому поводу специальный круглый стол с приглашением тех членов Совета Федерации, которые высказывались в том числе против, соответственно, представителей зоозащитников, представителей охотников. Мне кажется, что во многом ситуация связана еще и с непониманием. Добавьте время. Я бы шел по пути согласования, скорее, чем по пути преодоления вето. Спасибо. Спасибо большое, Олег Николаевич. Я думаю, что это в любом случае наше решение, решение палаты. Действительно, вопрос, связанный с поддержкой дискуссии, он очень важен. И что касается специальных каких-то разъяснительных или увещевательных мероприятий, я думаю, что за это время прошло очень много самых разных мероприятий. Если мы примем решение о создании комиссии, то это как раз тоже площадка для вот такой вот дискуссии. Но я хотел бы обратить ваше внимание вот на что. Вы упомянули письмо, которое к вам пришло. В этой связи нам, наверное, необходимо прояснить, а кто такой охотник. Мы же в Думе находимся, мы должны с юридической точки зрения посмотреть, а кто такой охотник. На сегодняшний день в Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям поступило более 150 обращений отоход обществ, которые категорически против запрета притравки. Знаете, что удивительно? Что почти 130 из этих обращений имеют абсолютно одинаковый текст, невзирая на то, что они пришли из всех регионов России. Это говорит, на самом деле, о спланированной акции, о том, что на парламент таким образом пытаются оказать давление. И речь здесь не об охотниках, здесь речь о группе каких-то людей, которые организовывают такую акцию. То, что порядка 130 одинаковых писем приходят сюда из разных концов России под эгидой охотников. Теперь, что такое вот эти объединения? Я хочу напомнить, коллеги, всем другой закон, закон об оружии. Так вот, в законе об оружии сказаны очень интересные вещи. Дело в том, что мы с вами не можем получить оружие, если у нас не будет охотничьего билета. У меня есть такой охотничий билет. Я знаю целый ряд коллег, которые сидят в зале, у которых тоже есть такой охотничий билет. И которых, на самом деле, вот меня никто не спрашивал. Мое вот общество охотников и рыболов, никто не спрашивал мое мнение о том, а как я отношусь к этой притравке. И при этом я вижу, что сейчас приходят письма о том, что десятки тысяч, чуть ли не миллионы являются членами этих объединений. Коллеги, а может быть, нам имеет смысл пересмотреть закон об оружии, чтобы мы не давали возможность через вот такие разрешительные процедуры прикрываться нами для достижения своих каких-то коммерческих интересов. Но, Олег Николаевич, я абсолютно согласен, что диалог надо попытаться вести, несомненно. Мы единый парламент, и, конечно, именно поэтому мы выносим вот такое предложение на Государственную Думу, правда, ограничив его сроком до 10 февраля. Пожалуйста, Сазонов, Дмитрий Валерьевич. Спасибо, Вячеслав Викторович. Уважаемый Николай Петрович, на заседании Совета Федерации говорилось о том, что данный закон ущемляет права охотников и в целом охотничьего отрасли. Но вот я как охотник с 1994 года могу сказать, что в традициях русской охоты прививается уважение к животным. И, на мой взгляд, данный законопроект направлен против богатых живодеров, которые, в общем-то, для них притравка – это не потребность, а не необходимость, а такая жестокая моральная забава. Скажите, пожалуйста, как Вы считаете, на основании каких данных в Совете Федерации обсуждали и принимали решение о том, что ущемляются интересы охотников? Спасибо. Спасибо. Но я, наверное, здесь вынужден буду повториться, потому что на сегодняшний день, во-первых, мы единственное обладаем вот каким, что называется, доказательством со стороны оппонентов. Это то, что есть некие сотни тысяч охотников. Я, кстати, думаю, что вот в таком формате, включая и Вас, наверное, раз у Вас есть охотничий билет, то, наверное, Вами тоже, так сказать, прикрываются. И что вот от нашего сообщества, от сообщества тех людей, которые являются охотниками, являются, может быть, держателями, просто держателями оружия, а может быть, даже не дошли до этого, но вступили в это общество для получения вот этой вот корочки, извините, пожалуйста, вот прикрываясь семенами, идет какое-то вот лоббирование вот таких вот интересов. На самом деле, оснований для какого-то анализа не было представлено ни разу. Поэтому это все такие умозрительные заключения, на мой взгляд, я повторяюсь, но никаких доказательств этого не было. Более того, есть обратная ситуация. Есть ситуация, я же упомянул о письмах, которые против запрета при травке, а ведь есть огромное количество писем, которые, и они все разные, кстати, которые приходят в комитет и поддерживают Государственную Думу, и поддерживают наше решение, и благодарят депутатов, и более того, говорят о том, чтобы мы были тверды в своем решении, и ни в коем случае не допустили каких-то послаблений в этом вопросе. Почему? Да потому что, действительно, не в нашей традиции жестокость, не в нашей традиции вот эти забавы, которые, действительно, только разжигают и злобу, и вражду, и, соответственно, приводят к очень печальным последствиям для всего общества. Спасибо. По поведению Коломейцев Николай Васильевич. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, у постановлений 6 пунктов. Создать комиссию в составе, избрать сопредседателя, отправить правительство и Совет Федерации и возложить контроль. Вот, с моей точки зрения, только мой вопрос касался постановлений. Сейчас идет обсуждение содержания закона, и, мне кажется, это дурная трата времени, потому что я не слышу даже критики в адрес Совета Федерации и тех некорректных высказаний. Ну, надо было тогда подготовиться, отпороть их тут, ну, если хотели. Давайте мы прекратим эту дискуссию, проголосуем и поедем дальше. Уважаемые коллеги, есть необходимость в вопросах? Всем все понятно. Достаточно. Но здесь право каждого депутата задавать вопросы. Поэтому, когда мы говорим о том, что согласны, но при этом нет отзыва вопросов, то обязан идти по вопросам. Коллеги, ну, так же, как и Вы, так же, как и Ваши коллеги, используют свое право. И во многом здесь они научились у Вас, Николай Васильевич. Хорошо. Пожалуйста, Гетто, Антон Александрович. Да, спасибо, Вячеслав Викторович. Я тогда коротко задам вопрос. Николай Петрович правильно сказал, что это очень серьезный бизнес, и того, кого из собак натаскали на животное, в разы дороже начинает стоить, получив соответствующую бумажку. Члены Совета Федерации, мы тоже внимательно посмотрели стенограмму, которые выступают против принятия закона, являются заинтересованными лицами. Они владеют охотничьими хозяйствами, возглавляют ассоциации владельцев соответствующих собак, соответствующих пород. По Вашему мнению, не являются ли они заинтересованными лицами, и нет ли конфликта интересов тогда вообще в этом вопросе? Антон Александрович, на самом деле, что касается конфликта интересов, это всегда такая очень тонкая и важная тема, уже это юридическая плоскость. Мы поднимали уже вопросы, и председатель Государственной Думы Вячеслав Викторович уже тоже на этой сессии обращал внимание на то, что необходимо подходить к более тонкой оценке, более объективной оценке того, что такое конфликт интересов, потому что на нас смотрят. Здесь правильно был абсолютно вопрос, связанный с отношением к парламенту. Конечно, нам необходимо полностью исключить конфликт интересов и честно говорить, если это происходит. Но это все-таки юридические процедуры, но мы должны обязательно обеспечить, мы как депутаты, как представители наших избирателей, то, чтобы все вопросы, связанные с конфликтом интересов, они были открыты, они были прозрачны для наших избирателей. Поэтому я не готов говорить о юридической стороне вопросов в отношении тех или иных сенаторов или выступающих, но то, что эта проблема есть, к сожалению, это мы видим, и избиратели наши тоже обращают иногда внимание на это. И, конечно, нам нужно вести работу, чтобы, конечно, полностью исключить в принятии решений любой конфликт интересов. Будь то это какие-то участия в некоммерческих организациях, руководители ассоциаций специализированных, вроде некоммерческая, но представляет интересы действительно и бизнес, структур. Поэтому нам нужно, конечно, смотреть за этим и абсолютно открыто это обсуждать. Спасибо. Альшевских, Андрей Геннадьевич. Спасибо. Николай Петрович, Вы в своем докладе сказали, что концепция, и, в принципе, когда мы принимали закон, он направлен на то, чтобы запретить садизм и живодерство. И я здесь полностью с Вами согласен. Я прекрасно понимаю, что в случае отклонения мы создаем согласительную комиссию. Система у меня к Вам вопрос. Может, продолжение к предыдущему. Как Вы все-таки, Ваше мнение, как Вы считаете о целесообразности и эффективности этой согласительной комиссии, если взять во внимание то, что в состав этой согласительной комиссии от наших коллег, членов Совета Федерации, вошли те люди, которые голосовали против этого закона. Вот Ваша точка зрения, мнение. Андрей Геннадьевич, но я уже, в принципе, высказался на эту тему. Достаточно сложно оценивать персонально наших коллег из Совета Федерации. Наверное, это будет не совсем, так сказать, правильно с моей стороны. Но я хочу обратить внимание, продолжая ответ на вопрос господина Иванова, что действительно, если наши коллеги посчитали необходимым собрать такую, извините, дружную команду, которая представляет абсолютно понятный интерес и абсолютно понятную точку зрения, то наша с Вами обязанность это составить со своей стороны комиссию, которая действительно объективно бы рассмотрела все эти вопросы, которая действительно бы представляла интересы наших избирателей, различных групп наших избирателей. Поэтому давайте мы будем, что называется, смотреть на себя, действительно нести с честью и исполнять с честью наш долг. И, ну, я думаю, что то, что мы ограничили срок действия, ограничим срок действия этой комиссии, это на самом деле приведет только к эффективности, потому что действительно, я, может быть, повторюсь, но обсуждать запрет притравки с теми людьми, которые кровно в этом заинтересованы, ну, наверное, это мало перспективно, но давайте пробовать. Пожалуйста, Грибов Александр Сергеевич. Спасибо. Николай Петрович, вот не ходя вокруг да около, в Совете Федерации звучало мнение, что профессиональное сообщество против. Вы сказали о том, что огромное количество профессиональных организаций направляли письма. Можно конкретно сказать, что это за организации и какие они аргументы приводят? Как я уже и говорил, в основном это структура такой организации «Росохот, рыболов, союз». Это как раз объединение тех организаций, где мы получаем с вами вот эти вот охотничьи билеты для того, чтобы, ну, кто-то по-разному, кто-то для того, чтобы просто получить оружие, кто-то для того, чтобы набрать стаж для получения нарезного оружия. Ну, это уже каждому как нравится. Но это не является, членство в этой организации не является признаком действительно того, что человек является охотником. Это в том числе наши с вами, как законодателей, вопрос, потому что мы таким образом просто искусственно даем возможность общественным организациям, ну, соответственно, пополнять свои члены. Но в этом случае мы должны, конечно же, обеспечить, чтобы и принятие решения в этих организациях было прозрачным. Потому что я еще раз повторюсь, я как вот обладатель этого охотничьего билета, меня никто никогда не спрашивал в мое отношение. Моего голоса там нету. И тем не менее, прикрываясь мной, и, как в целом рядом других коллег, которые присутствуют в зале, представляют интересы якобы все охотничье сообщество против. Кто такие охотники? А охотники это те, вот которым, например, я избравшись вот в Иркутской области, да, я постоянно общаюсь, вот ездил перед Новым годом в Куйтунский район. Люди, для которых охота это не развлечение богатое, да, это не развлечение на выходной день, а это их жизнь. Вот мои коллеги из Иркутской области не дадут соврать. Так вот они как раз говорят, слушай, к нам приезжают вот эти вот с медалями и так далее, их пристреливать надо, они не умеют работать на животных. Это мы против такой жестокости. Мы никогда в жизни не допускали этого, нету никаких притравочных станций. Более того, вы знаете, я хочу сказать следующее. Вот жестокость, что касается жестокости, мы с вами должны помнить еще об одном, что это жестокость, которая на сегодняшний день выливается в интернет. Это жестокость, которую видят наши дети. Это жестокость, которая служит в том числе и вот такому, к сожалению, отрицательному воспитанию в наших детях, тоже жестокости, такого вот костного отношения к живому существу, неуважению, традиций. И это, в конце концов, портит наше будущее, будущее нашей страны и будущее нашего народа. Поэтому я считаю, что мы должны здесь очень подходить принципиально, но тем не менее, так как все-таки это наши коллеги, они вышли к нам с таким предложением, мы должны продолжить диалог, ограничив его во времени. Спасибо. Да, конечно. Пожалуйста, Гусева Ирина Михайловна и поведению затем Ларисы Кужгетовны и Оксаны Викторовны. Просто имейте в виду, что иногда здесь в течение определенного времени ваша запись присутствует, а потом она отключается. Пожалуйста. Да, спасибо, Вячеслав Викторович. Николай Петрович, у меня к вам вопрос. Я, правда, не понимаю, что за согласительная комиссия, зачем, с кем согласиться или не согласиться. Совсем недавно в этом зале мы с вами приняли закон об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными. И члены Совета Федерации этот закон поддержали. Заметьте, коллеги, услышьте, члены Совета Федерации, два комитета до обсуждения на основном заседании также поддержали наши предложения и наши единогласные практические решения. Что случилось, Николай Петрович, потом? Если кто-то из наших коллег в Совете Федерации думает, что жители Российской Федерации не понимают, о чем шла речь, то они заблуждаются. Наши избиратели внимательно смотрят за работой Государственной Думы и Совета Федерации в том числе при принятии законопроектов. Спасибо большое. Но я хочу действительно сказать, мы когда обсуждали этот законопроект, то упоминали об этом. Мы должны быть последовательны, я считаю. И то, что перевесило мнение людей, которые, я считаю, просто противоречат тем принятым ранее решениям, но это, наверное, мы должны, отдав дань уважения принципам вот такой открытой дискуссии, обсудить с нашими коллегами из Совета Федерации в этой согласительной комиссии. Но то, что вы абсолютно правы, это абсолютно противоречит. Это мое личное мнение, я его тоже отстаивал на этой трибуне, потому что если уж мы говорим «А», мы должны говорить «Б» и не противоречить друг другу. Мы много слышим от наших избирателей то, что мы должны, мы обязаны устранять противоречия в законодательстве. Но давайте это будем делать без исключений. Пожалуйста, поведение Шайгу Лариско Жугетовна. Проготовиться. Оксана Викторовна. Уважаемый Николай Петрович, я полностью согласна с концепцией законопроекта. И то, что законопроект был принят Государственной Думой практически единогласно, это говорит о многом. Но то, что Совет Федерации наложил вето на этот законопроект, это говорит о том, что не была проведена достаточно разъяснительная работа, я согласна с Олегом Николаевичем. И не проведена разъяснительная работа в тех промысловых хозяйствах, которые занимаются конкретно этими вопросами. Это одно. Там живут охотники, которые живут охотой. Охота – это их жизнь. Я очень хорошо знаю, я была на северах, я знаю, что такое уходить на промысел и так далее. Но, тем не менее, я прошу, чтобы вы подумали о своей фразе и, возможно, ее недостаточной корректности, о сравнении разговора с охотником, как с игроманом. Игроман – это больной человек. Охотник… Добавьте время. Врач говорит. Нет. А охотник – это человек, живущий и добывающий на жизни именно этим промыслом. Эта история в России велась и ведется. И, на мой взгляд, вот это сравнение некорректно. Наверное, стоит принести извинения. Суджигетовна, вы абсолютно правы. Я, может быть, немножко выразился не точно, но я говорил об игромане, не об охотнике. Дело в том, что об охотниках я общаюсь с охотниками, так же, как и вы в Сибири, в Иркутской области, в Якутии, в Забайкальском крае. Я сравниваю игроманов с игроманом, тех, кто упорно занимается вот таким вот, ну, к сожалению, явно отрицательным занятием. И сравниваю это каким образом? Что бесполезно с игроманом обсуждать запрет азартных игр. Ну, это бесполезно, потому что, он действительно, вы правы, это человек, который зависит от этих игр. Это человек, который получает удовольствие. В этом случае мы говорим о том, что бесполезно, может быть, обсуждать и переубеждать людей, о которых также зависят. Может быть, финансово зависит, может быть, зависит каким-то иным образом. То, что охотники, не то, что охотники, это огромная часть нашего населения, то, что действительно это уважаемые люди, то, что это люди, которые, в отличие от многих наших оппонентов, они абсолютно открыты, они являются теми людьми, которые действительно соблюдают традиции. Они честны, они честны с природой, они честны с тем, что проходит вокруг, это факт. И поэтому я как раз и предлагаю обсуждать все эти вопросы, да, очень тонкие, да, очень часто такие, которые подвержены различным спекуляциям, но обсуждать их честно. И с теми людьми, которые готовы честно вести этот диалог, а не с теми, которые иногда, может быть, даже болезненно зависят от конкретного вида бизнеса, от конкретного вида, извините, развлечений, от конкретного вида жестокости. Вот нам вот это вот нужно, мне кажется, допустить. Но если я был каким-то образом некорректен именно по отношению вот к охотникам, ну, я постарался объяснить свою позицию. Спасибо. Николай Петрович, чем дольше Вы объясняете, тем вот больше даже у меня, автора этой поправки, закрадываются какие-то сомнения. На самом деле, этот законопроект не имеет никакого отношения к охотникам. Если сейчас взять, сказать, поднимите руку охотники, поднимут очень много депутатов рук, потому что многие увлекаются охотой. Но вот кто сталкивался с притравочными станциями или, значит, собачку притравливал, именно на этих станциях, не знаю, в кругу моих знакомых таких не было. Поэтому, коллеги, это о другом. И поэтому, когда сообщество втягивает в тему, что это посягательство, тем более на промысловую охоту, вы о чём? Услуги этих станций очень дороги. Бизнес большой, но он кровавый. И это жестокое обращение с животными. Станции продолжат свою работу. Но между диким зверем и охотничьей собакой будет преграда в виде сетки, в виде любых других конструкций, которые не позволят истязать одно животное другим. И наоборот. И меньше будет жестокости, меньше наши дети будут отсмотреть, меньше будет зависимых людей, которые как раз, может быть, подходят под определение Николая Петровича, кому нравится это смотреть. Вот о чём речь идёт. Оксана Викторовна, есть необходимость к поведению? Пожалуйста. Собственно, говоря, хотела выступить, задать вопрос, но Вы всё сказали. Я вообще думаю, что средневековье всё это, и охотничья индустрия вышла уже далеко вперёд. Понимаете, мы должны думать с точки зрения женского взгляда о нашем будущем. Безусловно, наши дети смотрят этот огромный поток, в том числе эпизоды с контактных притравок, всё это в интернете. Потом мы задаём вопросы, откуда у нас домашнее насилие, жестокость в обществе, оттуда. И, уважаемый член Совета Федерации, я не знаю, о чём Вы думали, обращаюсь к ним непосредственно в тот момент, когда Вы принимали это решение. Я считаю, что мы несём определённую ответственность за будущее поколение, за наших детей в частности. Возможно, я звучу наивно, Николай Петрович, я не права? Я буквально коротко... Включите центральную трибуну. Я буквально коротко... Вы знаете, я уже говорил об этом. Мы с Вами должны быть последователями. Мы много законов принимаем для того, чтобы оздоровить наше общество и чтобы, в общем-то, защитить наше общество и наше будущее, и наших детей от самых разных рисков, угроз. И это тоже является такой угрозой. Мы тоже обязаны помнить об этом. Но при обсуждении в Совете Федерации про охотное сообщество слышал, про депутатов слышал, про меньшинство слышал, про детей не слышал. А человеку неизвещенную. Коллеги, есть необходимость, пожалуйста, поведения Гартунг, Валерий Карлович? Поведение только, они не поведения. Уважаемый Славик Викторович, просьба перейти голосование. У нас в принципе уже выступления состоялись. Пожалуйста. Просьба перейти голосование. Голосование. Коллеги, выступление есть, желающие выступить. Пожалуйста, включите запись на выступление. Мы сейчас согласительную комиссию создаем. Мы не по закону, мы по комиссии. Я говорю, да. Я согласен с параллелью, с которым вы говорили. Это об этом. Но там-то мы сейчас защищаем. Надо предупредить, что мы не законно обсуждаем. Коллеги, мы обсуждаем с вами постановление о создании согласительной комиссии. Может быть, фракции примут решение, учитывая, что порядок формирования фракционный, от фракции по представителю. Подумайте. Пожалуйста, Гришневиков Анатолий Николаевич, «Справедливая Россия». Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые депутаты, трудно назвать данный законопроект идеальным. К сожалению, он несовершенен, половинчен. А с точки зрения экологии, он еще и не принесет никакой пользы. Экологи настаивают вообще на закрытии притравочных станций. Мы не хотим быть страной-дикарем, потому что ни в одной европейской стране нет такой традиции, нет притравочных станций. «Справедливая Россия» понимает, голосуя за данный законопроект, что этот закон такой компромиссный. Потому что, с одной стороны, вот так сложилась сегодня дискуссия вокруг закон об ответственном отношении к животным, что он не принимается, и нужно эти притравочные станции оставить, но обезопасить жизнь животных. Поэтому мы поддержали. Но что высветила данная дискуссия? Еще 15 лет назад я, будучи депутатом, вносил с коллегами закон о защите животных жестокого обращения. И Совет Федерации его также отклонил, провалил. Вот сколько прошло? 15 лет. Было поручение президента, принять в Государственной Думе закон об ответственном отношении к животным. Началась вот эта позорная дискуссия, торможение. И вот эта обструкция, которая вокруг закона происходила на протяжении, по-моему, 4-5 лет, и в том числе в составе нынешней Государственной Думы, она высветила такой вопрос. А кто же тормозил все эти годы закон об ответственном отношении к животным? В принципе, закон решал вопрос гуманизма в нашей стране. Оказалось, вот политики-охотники, политики-бизнесмены, ну это, конечно, позорно. Мы раздробили закон, сперва внесли поправки в уголовное законодательство, теперь вот, значит, попытались как-то смещить работу этих притравочных станций. Грустно. Я согласен с докладчиком Николаевым, что нет в традициях русской охоты вот этих притравочных станций. Если говорить о традициях, то надо пожелать охотникам выходить с рогатиной на медведя. Мне довелось бывать на притравочных станциях жуткое зрелище. Обезволенные, обессиленные животные медведь, которому действительно разбивают лапы, сажают на цепь, значит, выдирают зубы, клыки. Ну и что? Охота, я считаю, это состязательность. Это когда охотник, владея знаниями повадок животных, старается перехитрить животные. А притравочные станции – это действительно концлагерь, это убийство, это дикость. Поэтому, конечно, их надо по большому счету запрещать. Я не знаю, доживем мы до этого, чтобы принять закон вообще о закрытии притравочных станций. Недавно я пересмотрел фильм «Ко мне Мухтар». Вот он связан как раз с этой дискуссией. Вот там, значит, диверсантов, когда собаку натравливают на диверсанта, то этого диверсанта, человека, одевают в спецодежду, там такая защитная фуфайка. И вот собака нападает, получает навыки, как задержать диверсанта. Вот если бы по этому пути, значит, мы пытались, сохраняя эти притравочные санкции, дать шанс охотникам сохранить какие-то свои там, собакам свои навыки, то вроде бы можно за это и проголосовать. Жаль, что мы не пошли на преодоление вета. Фракция «Справедливая Россия» считает, что не нужно уступать Совету Федерации. Мы проголосуем за данное постановление. Пожалуйста, Ширеин Олег Васильевич. Анатолий Николаевич, хорошо успел от нас, поэтому я снимаю выступление. Спасибо. Иванов Сергей Владимирович. Пожалуйста. Пожалуйста. Я прошу прощения, уважаемые коллеги. Я не буду говорить еще раз про этот законопроект. Господин председатель сказал, что для того, чтобы стать охотником, надо получить оружие, надо охотничий билет купить. Это говорит о его компетенции, поэтому ладно, бог с ним. Я вам просто расскажу, как проходило обсуждение в Совете Федерации. Это у меня займет буквально две минуты. Действительно, один комитет и второй комитет принял решение поддержать, то есть одобрить, как говорят в Совете Федерации, этот закон. Одобрить. Ну, думаю, все. Одобрят. Все же нормально, там все жестко. Начинается обсуждение. Говорят, да, все одобряют. Комитет предлагает одобрить этот закон. Замечательно. Выступает господин Бурматов. Рассказывает о вырванных глазах, отрезанных ушах, прочее, прочее. Ну, встретил, конечно, непонимание, это понятно. Ладно, бог с ним. Дальше. Потом Матвиенко говорит, ну, коллеги, сложный законопроект. Если мы его примем, вернее, закон, если мы его одобрим, вот эти обидятся. Не одобрим, вот эти обидятся. Поэтому давайте мы его одобрим и будем дорабатывать. И тогда начинают выступать сенаторы, которые говорят, ну, а зачем мы будем принимать то, что надо потом дорабатывать? Их много выступило. И Матвиенко потом говорит, слушайте, ну, а кто-нибудь хоть в качестве защитников-то этого законопроекта выступит? Ни одного не нашлось. И тогда они приняли решение, что давайте создадим согласительную комиссию, а этот закон отклоним. И вот меня трудно заподозрить в симпатиях к Совету Федерации. Я очень часто и жестко выступал по ним. Но после вот этого обсуждения я понял, что есть члены Совета Федерации, а есть представители регионов, которые не только представляют, где эти регионы находятся, но и представляют, как там люди живут. Я вам сейчас могу показать фотографию волка, которого застрелили охотники. Он больше человека. Я вам могу показать фотографии, что стало с собаками, которых этот волк почикал. Это ужасные фотографии. Но вы этого никогда не видели. Когда люди здесь рассказывают про выкатывалые глаза, прочие вещи, это все чушь. Они никогда не были там, ничего не видели. Если мы будем законопроекты принимать на основании роликов в интернете, мы черт знает, до чего доберемся. Сколько стоит собака, человек говорит, бешеные деньги. Он даже не знает, сколько щенок стоит. Он не знает, сколько стоит притравка. 400 рублей барсук, 600 рублей лисица. Или наоборот, я точно не помню. Бешеные деньги по-вашему. И поверьте, мы никакого здесь бизнеса не видим. Мы просто хотим, чтобы в России сохранились обычные наши нормальные рабочие собаки, охотничьи. Я вашу комиссию, которую мы сейчас создаем, призываю голосовать не потому, что нашему королю показали фигу, умрем все до одного, а для того, чтобы сохранить охотничьих собак. И согласительная комиссия на то и направлена, чтобы согласиться, а не сказать, ах так, нет уж, вот мы сейчас встанем в позу. Что же вы в позу не встали, когда нас законопроект по рекламе отклонили? До сих пор согласительной комиссии нет. Поэтому выборочно не надо, елки-палки, так поступать. Уважаемые коллеги, я еще раз говорю, я желаю удачи согласительной комиссии. Да, скажи мне. Спасибо. Пожалуйста, Бурматов Вадим Вадимович. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, фракция «Единая Россия» поддержит решение о создании согласительной комиссии с Советом Федерации по этому вопросу. И в первую очередь, потому что мы до сих пор не слышали ни одного внятного аргумента от противников принятия нашего законопроекта. Нам очень хочется эти аргументы услышать. Нам очень хочется услышать тех людей, тех 78 человек, их всего 78 человек, но которые торпедировали принятие закона, который мог положить конец вот этому живодерству, варварству, царящему на притравочных станциях. Кстати, эти 78 человек, они выступили не против нашего законопроекта, они выступили фактически против консенсуса, который сегодня сложился в обществе по поводу гуманного обращения с животными. Потому что, когда Государственная Дума фактически единогласно голосует за принятие этого законопроекта, это говорит об общественном консенсусе. Когда профильные комитеты и Государственной Думы, и Совета Федерации, где идет очень серьезное, но профессиональное обсуждение этого вопроса, голосует единогласно практически за принятие этого законопроекта, это свидетельство консенсуса в обществе. Этот консенсус нам говорит о том, что общество против варварства, общество против средневековья, общество против того, чтобы, значит, Россия шла вот по этому пути, а не по пути, которому уже последовали 70 стран, где контактная притравка запрещена, причем запрещена она уже давно. Поэтому мы эти аргументы очень хотим услышать. И тут я, наверное, немножко слукавил, когда сказал, что аргументов совсем не было. Некоторые аргументы все-таки были. Я часть из них позволю себе процитировать. Вот, значит, один из коллег-сенаторов выступает, я прям буквально буду его цитировать, уж извините, он говорит, одобряя этот законопроект, мы идем в том же тренде, скажем так, охраны прав сексуальных меньшинств и прочих таких законов. Вот это был аргумент против более гуманного обращения с животными и запрета контактной притравки. Я от фракции выступаю. Фракции, пожалуйста. Но и это, еще, знаете, это цветочки. Потому что некоторые коллеги-сенаторы, выступая, они вообще не скрывают, что они, торпедируя наш законопроект, они этим самым лоббируют интересы своего собственного бизнеса. Я еще одно вам буквально процитирую. Вот коллега выступает, значит, член Совета Федерации и говорит буквально, я охотпользователь, не просто охотник, а охотпользователь, который имеет охотхозяйство. Понимаете, то есть человек, не скрывая, говорит, вы мне тут мешаете бизнес делать, я не буду поддерживать этот законопроект. И это есть в стенограмме. Но тут понятно, что никакого вообще защиты охотников, только защита своего бизнеса. Но я не поленился, зашел, посмотрел его декларацию, там, естественно, не указано, это охотхозяйство, забыл, наверное, он его указать, как и забыл, наверное, о том, что это конфликт интересов. Кстати, один из видов коррупции. Как и забыл, наверное, о том, что в законе о статусе члена Совета Федерации ни строчки нет по поводу того, что надо руководствоваться интересами собственного бизнеса, а не интересами избирателей. Если вам кажется, что это частный пример, нет, не частный. Вот у меня в руках, значит, мы тут посмотрели, вот, значит, видимо, тезки некоторых вот членов Совета Федерации, вот, тезка Бондарева Виктора Николаевича, значит, является учредителем региональной общественной организации кинологический круг Борзы на дому, полный тезка другого члена Совета Федерации от Республики Татарстан избранного, организация общества охотников и рыболов города Чистополя, еще один полный тезка Абрамова Виктора Семеновича, сенатора от Московской области, учредитель 50% ООО Титов-Бор, охота, отлов и отстрел диких животных, тезка, значит, председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, 75% ООО «Южская звероферма». Коллеги, я очень долго могу перечислять тех людей, которые вот голосовали против, преследуя, судя по всему, но мы можем только предполагать, наверное, интересы, в том числе своего бизнеса. Но это даже не лоббизм, это прямой конфликт интересов. Мы не слышали аргументов от представителей охотничьего сообщества, что это плохой закон. Почему? Да потому что их не затрагивает этот закон. Мы не слышали противников-кинологов, например, потому что их тоже не затрагивает этот закон. А вот аргументов от представителей так называемого притравочного бизнеса мы услышали выше крыши, потому что вот здесь этот закон их действительно затрагивает, и он торпедирует вот этот их кровавый, притравочный и варварский бизнес, с которым надо давно заканчивать. Поэтому я считаю, что очень хорошо, что вот эти лоббисты этого кровавого притравочного бизнеса обломали свои зубы о Государственную Думу, потому что они здесь тоже нарезали круги, они здесь тоже были против принятия этого законопроекта, но мы заняли позицию, единогласное голосование продемонстрировала Государственная Дума, но, судя по всему, руки они не опустили и пошли дальше, и нашли понимание, судя по всему, вот среди тех, значит, полутора, там, десятков или, значит, около того членов Совета Федерации, часть имен которых я вам перечислил. Поэтому, если некоторые наши коллеги из Совета Федерации, верхнюю палату парламента, где надо заботиться об интересах наших граждан, перепутали с торговой палаткой, где надо, значит, заниматься только набиванием своих карманов и заботой о своих карманах, но это их проблемы. Поэтому, я считаю, что согласительную комиссию надо создавать, аргументы надо услышать. Но я вам напомню, месяц почти прошел, как мы в третьем чтении здесь единогласно приняли этот законопроект. Тысячи, а может быть, десятки тысяч животных за этот месяц зверски были уничтожены на притравочных станциях. Кровь этих животных, она на руках тех 78 сенаторов, которые торпедировали одобрения нашего законопроекта. Поэтому фракция «Единая Россия» поддержит постановление, но в случае, если мы увидим, что члены Совета Федерации в рамках этой комиссии будут думать о своем бизнесе, а не о содержательном обсуждении этого законопроекта, фракция «Единая Россия» готова голосовать за преодоление вета Совета Федерации. Спасибо. Пожалуйста, Лебедев Игорь Владимирович от фракции ЛДПР. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, не буду останавливаться на деталях этого законопроекта, тем более, что это не является предметом сегодняшнего обсуждения. Хочу остановиться конкретно на проекте постановления. Казалось бы, рядовая ситуация, рядовой вопрос создания согласительной комиссии в связи с отклонением законопроекта Советом Федерации. Мы делали это с вами десятки раз, и ни разу в этом зале не возникало даже дискуссий по этому вопросу. Проект постановления проходил буквально за минуту. Видимо, не все так просто, раз сейчас мы больше часа это обсуждаем. И если бы все было так просто, я бы не вышел на эту трибуну. Ситуация с этим законопроектом настолько же понятна, насколько неприятна. Закон, вы знаете, прошел довольно сложную процедуру согласования в государственную Думе обсуждался довольно долго. Очень много было проведено различных собраний, совещаний, слушаний. Все члены Совета Федерации имели возможность, если бы они хотели, подключиться к этой работе. За текст законопроекта был согласован со всеми профильными комитетами, в том числе и Совета Федерации. Более того, текст законопроекта был согласован вплоть до уровня председателя Совета Федерации. Все поддерживали данный законопроект. Ни одного, повторюсь, конкретного замечания, ни одного аргумента, ни одного предложения от Совета Федерации не прозвучало, ни тогда, ни звучит сейчас. И что мы видим? Подарок Новому году Совет Федерации отклоняет данный законопроект. Видимо, действительно, кому-то очень сильно наступило на горло бизнеса данная законодательная инициатива, но фамилии и бизнес здесь уже в зале звучали, повторяться не буду. Я не хочу даже останавливаться на выступлениях, которые звучали в Совете Федерации от имени членов Совета Федерации в прошлом, кстати, наших с вами коллег в этом зале. Настолько нелицеприятные слова прозвучали в наш коллеге с вами адрес, что я даже повторять их не хочу. Пусть это останется на совести и воспитании тех сенаторов, которые позволяют себе так обращаться в адрес своих бывших коллег. Посмотрите состав комиссии, которую предлагает Совет Федерации. 11 человек. Все они 11 проголосовали против этого закона. И 11 человек со стороны Госдумы, все, кто поддержал законопроект. Какой консенсус мы найдем? 11 на 11. Пустая трата времени. Случай этот, уважаемые коллеги, не единичный. Сейчас в Комитете по экономической политике лежит еще один отклоненный Советом Федерации законопроект. Если вы помните, мы с вами запретили наносить рекламу на платежки за коммунальные услуги, которые получают наши граждане. Вполне нормальный законопроект были многочисленные обращения граждан. Реклама написана вот такими буквами, сам текст платежки вот такими. Люди теряются, думают, что это рекламное объявление, выкидывают в помойку, таким образом теряют документ о коммунальных услугах, в следующий раз получают пение. Мы с вами эту инициативу поддержали. Как вы думаете, какие аргументы прозвучали, когда обсуждался этот вопрос в Совете Федерации? Не буду говорить, кто это сказал. И что, эту чушь нужно оформлять законом, сказал один из членов Совета Федерации. Коллеги, мы с вами тут чушью занимаемся, понимаете? А они, видимо, творят и нас еще поправляют. Уважаемые коллеги, от имени фракции УДПР мы предлагаем не создавать согласительную комиссию. Да, по регламенту у нас есть два пути. Первый, создать комиссию. Второй, преодолеть вето. Поскольку поступило соответствующее обращение от Совета Федерации о создании комиссии, мы сегодня этот вопрос рассматриваем. Но мы вправе сейчас с вами проголосовать против, не создавать комиссию, и тогда Николай Петрович уже к обеду поставит вопрос о преодолении вето. Я считаю, что в этом случае, в этом конкретном случае, это будет самое правильное решение. Спасибо. Бам. Заключительное слово докладчика. Нет. Желание полномочной представителя президента, правительства ставиться на голосование вопрос номер два нашей повестки о проекте постановления Государственной Думы о согласительной комиссии по федеральному закону о внесении изменений в федеральный закон об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части предотвращения жестокого обращения с животными с учетом внесенных изменений в состав согласительной комиссии, прозвучавшей от представителей фракции КПРФ и Справедливой России. Коллеги, просьба включить режим голосования. Покажите результат. Принимается постановление пожалуйста по ведению Коломейцев Николай Васильевич Коломейцев Николай Васильевич по ведению. Спасибо, уважаемый Вячеслав Викторович. Если то, что сказал Владимир Владимирович имеет место, в Совете Федерации есть такая же комиссия. У нас, по-моему, два коллеги в прошлом созыве потеряли мандат из-за того, что они занимались бизнесом. Может быть, попросить Николая Петровича, чтобы он по итогам обсуждения отправил такое письмо от имени Думы или подготовил мандатную комиссию Совета Федерации. Коллеги, ну давайте мы, во-первых, уточним, потому что там могут быть действительно, как правильно сказал Бурматов и однофамильство, насколько это проверенная информация, но безусловно, будет правильно поделиться и с Советом Федерации. Давайте мы это в рабочем порядке сделаем, потому что у нас есть специальная комиссия, которая занимается этими вопросами. Давайте из этого будем сходить. Пожалуйста, по ведению Нилов Ярослав Евгеньевич. Уважаемый Вячеслав Викторович, просил бы поддержать предложение и сегодня же дать тогда поручение Комитету по экономической политике подготовить предложение по дальнейшему решению относительно отклонённого проекта закона о рекламе на платёжках ЖКХ. Тогда тоже Государственная Дума его практически единогласно поддержала и отклонил Совет Федерации с очень странными аргументами в последний момент. Он уже продолжительное время находится в Комитете и здесь должна быть наша консолидированная позиция, я считаю, для того, чтобы определить судьбу, либо преодолевать вето, либо также создавать согласительную комиссию, но тогда непонятно, до чего эта комиссия может договориться. Реклама она либо может быть, либо не может быть. Поэтому просьба такое поручение дать. – Спасибо. Если Вы не возражаете, мы попросим Альса Дмитриевича Жукова провести консультацию по этому вопросу с правительством и выйти на решение, которое дальше уже будем рассматривать здесь, в зале, потому что нам необходимо понять дополнительные аргументы и, как Вы правильно говорите, дальше нам просто, чтобы этот вопрос где-то находился, неправильно будет поступать, то есть нужно к нему возвращаться. Нет возражений? Нет. Пожалуйста, Ирина Анатольевна Яровая. Уважаемый Вячеслав Вячеслав Вячеславович, уважаемые коллеги, я полагаю, что в рамках деятельности согласительной комиссии надлежит учесть одно очень серьезное обстоятельство. С 1996 года в Уголовном кодексе Российской Федерации существует ответственность за жестокое обращение с животными из корыстных побуждений. В этой связи хотелось бы понять, в какой логике предложения, которые прозвучали от Совета Федерации, соответствуют действующей норме, устанавливающей прямую уголовную ответственность за издевательство над животными из корыстных побуждений. И кроме того, быть может, есть смысл запросить позицию органов прокуратуры на этот счет. Норма Уголовного кодекса работает, никто ее не отменял, просто в силу каких-то коллизий у нас получилось, что то, что должно распространяться и на притравочные станции, на них не распространялось. Поэтому на самом деле решение, которое сейчас предлагается, во многом регулирует эти вопросы и защищает тех, кто до этого занимался этим. мы можем предполагать. Исходя из того, что было сказано. Пожалуйста, Шагош, Водолгий Леонидович. Спасибо. Вячеслав Викторович, я вошел в согласительную комиссию, но я не охотник и хочу вот что сказать. Единственное, мое желание было, когда я просился в согласительную комиссию, это было так, выступить и биться против жестокости. Точка. Закон именно об этом не против собаководства, не против сенаторов. И мы эту позицию будем жестко отстаивать, потому что на самом деле это непосредственно касается молодого поколения, детей. Ни о чем другом. Так что, коллеги, я хочу, чтобы понимание было и у тех членов Совета Федерации, которые, естественно, нас сейчас слышат, они к нам придут, мы будем с ними разговаривать. Единственная позиция против жесткости. Спасибо. Спасибо. Коллеги, и просьба большая нам больше нужно разъяснять. Вот здесь Ирина Анатольевна только что открыла еще одну страницу данной темы, которая была до этого, я там даже не знаю причин, почему либо спящая, либо закрытая, но это тоже тема, на которую нужно нам с вами дать ответ. А потом вот столько навернули вокруг этого. Вот мой коллега Сергей Владимирович Иванов выходит и говорит, вот волк, который растерзал собак. Коллеги, на волка с собаками не охотятся, потому что волк всегда побеждает, он сильнее собаки. собаку нельзя отпускать для того, чтобы она пыталась противостоять волку. Это тоже жестоко по отношению к домашнему животному, к другу, поэтому нельзя этого делать. Это вот, когда мы начинаем такие вещи здесь показывать, это знает каждый охотник. Волкодав, волкодав, да, он не охотится, а охраняет стада. А тот, кто собирается с собакой охотиться, речь идет о том, что нет такой тренировки, которая говорит о охоте с собаками на волка. Мы сейчас договоримся, знаете, до чего. Поэтому надо обсуждать это с экспертным сообществом, с организациями общественными и больше объяснять. Вот о чем еще речь идет и почему нам очень важно создавать именно согласительную комиссию. Друг другу надо объяснить АЗ. КОНЕЦ